ПВО Трампа чем в США защищают Белый дом Источник изображения СМИ США заметили необычную установку ПВО у Белого дома Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне установку, по их мнению, служащую для противовоздушной обороны СМИ предположили, что она нужна для защиты президента Дональда Трампа Газета РУ проанализировала, насколько необходимы подобные меры Журналисты заметили неизвестную им установку на одном из зданий рядом с резиденцией президента США Снимая репортаж об эвакуации сотрудников американских ведомств из Белого дома и Капитолия, сообщает издание Popular Mechanics Причиной эвакуации стал замеченный в небе над Вашингтоном неизвестный самолет, однако вскоре все вернулись к работе По мнению репортеров, их внимание привлекло ничто иное, как установка противовоздушной обороны ПВО Издание добавляет, что, скорее всего, речь идет о зенитном ракетном комплексе А точнее опусковой установки с ракетами Как правило, монтируется на автомобиль Но, похоже, в данном случае ПУ просто установлена на крыше здания Необходимости в шасси под монтаж вооружения в данном случае нет Этот зенитно-ракетный комплекс, ЗРК, ближнего действия предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км На нем установлены два контейнера по четыре ракеты FIN-92, Stinger, зенитный пулемет, калибра 12,7 мм и радиолокационная станция, RLS В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора Разумеется, вариант, при котором любое здание, в котором размещены органы государственного и военного управления Представляло бы собой неприступную крепость, защищенную земли, воды, от удара воздушного противника, от проникновения злоумышленников с помощью подземных ходов, в любом случае представляется наилучшим И мало того, что подобные мероприятия в подавляющем большинстве государств уже в значительной степени проведены, так и меры по охране и защите первых лиц любой страны непрерывно совершенствуются К примеру, в советские времена для защиты столицы от удара воздушного противника была развернута стационарная зенитная ракетная система С-25 В состав которой входило 56 зенитных ракетных полков особого назначения, расположенных двумя кольцами вокруг Москвы, на удалении 50 и 100 километров от центра столицы, 4 технические базы и соответствующие пункты управления 22 полка располагалось на внутреннем кольце, 34 полка на внешнем Организационно полки системы С-25 были объединены в 4 корпуса противовоздушной обороны Кроме того, для защиты Москвы от удара воздушного противника привлекались еще 4, так называемых внешних корпуса ПВО-2-Г Ржев-3-Г Ярославль-7-Г Брянск-16-Г Горький, в состав которых, помимо зенитных ракетных полков и бригад, входила истребительная авиация Помимо всего прочего, над Москвой были запрещены полеты воздушных судов всех ведомств за исключением правительственных вертолетов Иными словами, любой летательный аппарат, находившийся в воздухе, априори считался нарушителем В поздние советские времена зенитные ракетные полки 1-й армии ПВО особого назначения были перевооружены на ЗРСС-300П и С-300В, а их общее количество сократилось до 28 Тем не менее, это была очень грозная сила, обеспечивавшая выполнение любых поставленных задач Однако тогда еще никто не знал, какую угрозу могут представлять собой малоразмерные беспилотные летательные аппараты Конечно, любое усиление средств ПВО, стоящих на прикрытии столицы государства, можно рассматривать как шаг только в верном направлении Но размещение стрелков-зенитчиков с переносными зенитными ракетными комплексами или расчетов зенитных ракетных комплексов ближнего действия на крышах правительственных зданий повлечет за собой множество проблем Порой далеких от борьбы с террористическими формированиями, использующими те или иные малоразмерные средства воздушного нападения К примеру, придется, помимо организации непосредственно боевого дежурства и проверок бдительности его несения, как-то размещать бойцов и офицеров в комплексе правительственных зданий, продумывать вопросы их питания и отдыха, а также периодической смены боевых расчетов Однако, как ранее писала газета РИ, практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малая и сверхмалая была активно используется не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делают дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей Недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей Россия сегодня задумывается над построением эшелонированной системы борьбы с применением комплексов РЭП, противодействия малоразмерным БЛА, и ПВО, огневое поражение средних и тяжелых БЛА Поэтому необходимость усиления последнего рубежа обороны правительственных зданий в настоящее время объективная реальность Для этого могут быть использованы как зенитные ракетные комплексы ближнего действия, малой дальности, типа Панциритор, изготовленные в виде боевых модулей, так и ПЗРК типа Верба Как известно, это новейший российский переносной зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение в 2014 году Кроме того, в качестве средств для развертывания эшелонированной зональной объектовой системы радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратом можно назвать российский комплекс РЭПЛЕНТ, САПСНБИКАС, КУПОЛ ПРО, ПЕЩАЛЬ ПРО Михаил Ходоренок Право на данный материал принадлежат газета Материал размещен правообладателем в открытом доступе